улыбочку шалом братья и сестры вы знаете как у любого человека у меня есть какие-то знакомые друзей нету потому как в моем возрасте друзья либо поумирали либо не считают нужным со мной общаться не суть вообще к моему виду деятельности многие относятся очень скептически единственный вопрос который задает а чё это приносит деньги какие-то не денег не приносит но не суть да так вот шапочные знакомые по городу у меня в основном диапазоне от 50 до 55 лет потому что старше уже сложно ну и раньше я пытался что-то что-то сказать но на меня смотрели и я видел в каждом глазу моих знакомых одно слово я не хочу его говорить видео то есть я не могу сказать что особенно считают не совсем но во всяком случае считают что вот это понятие народный целитель и вообще занятия своим здоровьем это немножечко от душевного душевной неполноценности или или чертова но не суть но всяком случае анекдоты поговорить там до спросить о политике или еще о чем-то или еще поговорить а вот ну и связи чем я делаю это видео кстати совсем недавно как-то с расстоянием по времени в неделю несколько моих знакомых на задали мне вопрос когда я ухожу на пенсию этот вопрос меня как бы вверг в смущение по причине того что я говорю да я вообще на пенсии и оба практически спросили одно и то же по инвалидности а вот юрка ж на инвалидности да я говорю да нет как бы по возрасту дому к чему я сейчас с вами это говорю кстати каждый из них перенес по 1 2 а некоторые по 4 операции но не под речком все движение в зарабатывании денег и так далее тогда люди совершенно не глупые не суть не глупые но они как бы считают что занятия здоровьем это вообще как бы это вообще лишнее это никому не нужно поэтому я не веду никаких разговоров но смотрите мои дорогие вот так хотел сказать 300 спартанцев 300 400 просмотров но смотрите если мы начинаем понимать что паразитарная теория возникновения заболеваний имеет место быть то тогда давайте с вами вот просто посмотрим на факты вот молодое деревце например она красивенькая на нем ничего нету да никаких это сама но старое дерево она с различными там наростами с различными образованиями да еще что-то это касается и животных это касается но любой живности да то есть микро паразиты начинают в теле человека группироваться до создавать опухоли да эти опухоли потом переходят из доброкачественных злокачественное метастазирование и человек вывинчивается из этой системы и переходит в другие миры не суть но вопрос заключается в следующем так хорошо если мы понимаем что с течением времени микро паразита мы растем и микро паразиты тоже в нас растут да скажите пожалуйста почему не бороться а почему человек который получает диагноз онкология и огромное количество роликов вы смотрите безусловно да я вышла в каком-то страшном состоянии жизнь закончилась а чем предполагать этого не надо было настя ночью я не прав можно было предполагать правда да конечно но по поводу здоровья вот вы знаете я же в конце концов да как бы народный целитель украины да я я вначале пытался что-то там не рассказывать доказывать объяснять говорить это самое да я подошел к человеку который это было я не знаю может быть лет тридцать тому назад я уже начинал заниматься уже читал я бы был такой одухотворенный я считал что это кому-то надо стоит дядька с таким животом что это самое я говорю это самое он просто мне сказал иди нахуй тут просто и ясно но ужас положение ответить не в этом а практически весь мир по поводу своего собственного сдав весь мир вы не подумайте я общаюсь с различными странами да и казахстан и корея и америка и канада и кто угодно у меня был и женщина из флориды даже понимаете да я у меня есть ролик которая хотела использовать меня как мужа для ее подруги но весь мир весь мир практически да по поводу здоровья тот мне отдельно сказал просто иди а весь мир своему здоровью говорит вот примерно да скажем дружно нахуй нужно заниматься здоровьем вот уже когда просто-напросто подошел момент когда тебя тогда что-то меняется поэтому вот это вот отношение к здоровью не надо пинать потом пенять извините на господа да потому что он ничего не дал так он может дать но как в том анекдоте изя купи хотя бы лотерийный билет чтобы выиграть день а молитвы вот эти вот господу богу они абсолютно ничего не дают спасибо что выслушали